6 часов 7 минут так страну выезда задал все выезжая я опаздываю я проспал я тупо проспал представлять я сейчас возле дома отъезжая возле дома от дома не надо 6 часов уже выезжать с наголя на рейс а я сейчас только что начале 7 проснулся ненавижу опаздывать но тем не менее я все равно сделал свои дела попил кофе собрался спокойно все что нужно сделал и поехал ну подумаешь опоздаю на полчаса ничего страшного так чё так не видно а дождик идет и и выезжая на эти сайм еду опять по месту ну как но это дневная линия а вот это сами потом в ладнбург заехать это все в районе мангайма там загрузиться и обратно сколько все это займет времени не знаю посмотрим давайте вместе посмотрим светофор на такой вот херня на маленькой а наконец-то не знаю по ощущения минут пять наверно стоял вот такое маленькое кошмар кошмар особенно когда торопишься а светофор такой красный светит и говорит мне чё опаздываешь да опаздываешь ну постой еще чуть-чуть раньше надо было вставать и 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 здесь кантина как бы столовая тут внизу но нам туда нельзя водителем до сих пор еще не знаю как сегодня день сложится посмотрим вот примерно вот так вот выглядит территория на все бумаги взял кофе почему-то опаздывает там еще кофе ставить три таких термоса чашку молоко сахар все чудо это светом включены кто-то пришел но еще не успел выставить тоже наверное работу опоздал обычно 6 часов там уже можно кофе брать бесплатно вот а еще вот водичку дают такое шоколадкой водичку тоже бесплатно 9.30 половина десятого время прибытия так что время у нас еще есть сейчас не помню но по-моему что-то два часа два с половиной часа сейчас половина седьмого так что нормально так все будем искать и где он находится так стой пропусти меня нам нужен трейлер 9612 где он 9612 так ребята смотрим ищем помогаем 9612 1298 что-то не понял ты проглядел еще две рампы есть вот он он самый крайний ёшки год узи бюро прям все хорошо с этим навигатором ведет все отлично но его нельзя перегружать если резко понажимать сразу несколько задач ему дать он может это перегружаться так во всем остальном он нормальный хороший мне уже спрашивали в комментариях уже много раз спрашивают насчет навигатора вот это один вот такой вот пример системное обеспечение карта вся очень хорошая но вот процессор немножко слабоватенький чуть-чуть ему надо времени чтобы загружаться если нажать несколько раз быстренько что-то от него хотеть то он может это зависнуть а так в остальном все нормально так на чем я остановился в общем время прибытия вы слышали до ахуа с именно федсич год так что никакой паники я еще приеду еще мне время останется позавтракать кофе сделать хотя я уже кофе попил вот посмотрим как сегодня день сложится дорогу мы снимать наверное не будем ехать нам два часа час 57 дождливо сера так что когда уже будем на место подъезжать еще раз включимся до чтоб не растягивать видео сильно длинно а еще мне беспокоит одна палета которая стоит сзади она такая высокая и болтается вся неустойчивая я вот вот надо вот аккуратненько с этой палета не тормозить не не дергать сильно вот едем сейчас опять в сторону сарбрыкина но мы практически в сарбрыки не у нас тут справа и слева город только за деревьях не видно но это еще раз к теме того что зеленый город сарбрыкин действительно зеленый город вот это все ребят вот там вот река и с той стороны вот город пригород район горбах вот эти здесь с правой стороны арнуаль потом идет герцвайлер вот тоже все вот с деревьях и это мне нравится это очень хорошо потому что городу нужна зелень сами прекрасно понимаете все таки город много машин выхлоп все такое но должен сказать что все таки воздух сарбрыки нехороший не чувствуется загазованность а это уже центр города но видно уже по зданиям тут магазины страховки и как а это медицинская страховка тоже очень важная хорошая вещь а про по бомжики они вот тут вот опять появились их долгое время не было ну и вообще бомжей очень мало у нас по крайней мере бельлини на жиде их много говорят но я бельлини часто не бываю бельлини на жиде вокзале я был вообще только один раз а так только вот по работе на экскурсию мы ездили а вон блин проехал забыл а нет и здесь вот не проехал все где они там были где мы бомжи те бомжи которые живут под мостами они живут под мостами из-за того что они не могут позволить себе квартиру просто из-за того что они сами это хотят это их выбор то есть государство германия очень сильная экономика сильная социальная служба очень сильная вот бедных то есть бедный человек с голоду не помрет сильная социальная служба есть такие вот одна из служб которая называется тафель который раздает бесплатно продукты хорошие продукты не просроченные свежие овощи все там есть там рацион на день выдают что там на два дня хватит вот квартиру если ты не можешь нет тебе работу тебя нет страховки тебе квартира платят естественно какой-нибудь бюджетном районе там недорогая квартира еще будешь деньги получать на прожиточный минимум тоже немного но хватит тебе не помереть с голоду а вот эти вот люди которые под мостами живут естественно у многих проблемы с алкоголем вот но они тоже получают пособие один раз в неделю но это было по крайней мере я так знаю это было давненько не знаю как сейчас я сам лично видел когда в банке что-то стоят там оплачивал люди приходили вот такие вот и недельный чек обналичивали то есть они приходят от социальной службы раньше это был социаламт сейчас не знаю может быть арбатсагентур где они там сейчас эти чеки обналичивают получают вот им дают на неделю не на месяц чтобы они сразу все деньги не пробухали или не потеряли дают только не на неделю и вот они приходят обналичивают покупают себе там продукты еще все что им нужно и вот так вот каждые 4 недели в месяц вот их конечно не очень много стоят стоят охотники стоят вон с левой стороны багешники ох блин паразиты такие а стоят охотятся кого бы сейчас вытащить на стояночку да вздрючить я кое-что вспомнил про вчерашний очень неприятный момент но очень хочется прокомментировать я вчера когда с рейса приехал со Швейцарией я свой трейлер отцепил заправился бумаги собрал те которые нужно отдать и пошел в бюро подхожу в бюро там внутри стоит два человека один там человек немец коренной а рядышком стоит такой в сандалях в шортах и в кофте такой русскоговорящий наш но он наверное он ну скажем так с литовской или может быть с польской какой-то фирмы но не важно в общем наш русскоговорящий я не буду его описывать как он выглядит чтоб никто не догадался кто это короче воняло ужас он так сильно вонял потом грязью так по одежде вроде не скажешь он так немножко было замусоленное да но такая вонь стояла не знаю я понимаю жара жарко но воняло так О-х-х-х-х-х-х-х-х-х Воняло так, что Ой Наверное Ну, не знаю Наверное, неделю Какой там неделю Наверное, по ощущениям он месяц не мылся Потел и месяц не мылся Ужас Ужас Я уже когда подошел Ну, я в маске был, естественно Смотрю, человек стоит в сандалях Смотрел на пятки А там пятки, знаете, такие, горнгаут, я не знаю, как по-русски, знаете, когда долго пятки не чистишь, они такие все зароговевшие, а они уже потресканные там вдоль и поперек. А потом со временем, ну, я немножко в стороне стоял, запашок такой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Человек вышел, он вышел, я зашел, и диспоненты такие раз, и окна позакрывали эти форточки. Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. Там возмущались, ужас. Очень неприятно, очень-очень неприятно. Я прекрасно понимаю, жара, да. Ну, ё-моё, но это не зима. Не холодно, господи, но ты вечером, даже в темноте, ты достань там канистрочку, помойся, сполоснись, сними рубашку. Нет. Собирает. Да и дело в том, что очень много фирм, которые есть душ. В Нагеле, естественно, его нету, там сейчас закрыто, к сожалению. Но в остальных фирмах, я знаю, во многих фирмах, души открытые, свободный доступ. Так же само на автобанах. Заплати там 2-3 ора там на этих стоянках, на заправках. Зайди, помойся. Во Франции. Зайди, помойся. Всё есть. Просто нет желания. Я не знаю, как это человек, я не представляю, как должно, пахнуть, хотел сказать, как должно вонять в кабине. И как потом он, когда с каденца поедет домой, и другой человек приедет, как это всё будет вонять ему, представляете? Это очень-очень неприятно. Ну, всё. Комментарий нет. Точка. Удивляюсь этому человеку, насколько он был спокоен. То есть, не видно было, что ему неудобно или ему стыдно. Вот. И дело в том, что, наверное, порог стыда у каждого человека разный, да? Что ты за мной поворачиваешь? Никакой интимности, ё-моё. Туалетную бумагу, листочек взял. Правильно. Стыдно тебе, да? Не хочешь смотреть глаза. Так, ладно. Много кофе я выпил. Надо, блин, срочно сходить. Ребят, лайфхак. Я не верю, что это, правда, сейчас рассказываю. Но большинство уж смотрят мужиков. Так что, ребят, тем более тех, которые на дальнобое. Лайфхак вам такой. Берите листочек туалетной бумаги. Потому что тряси, не тряси. Трусики всё равно будут мокрые. А так? Взяли листочек бумажки туалетной. Всё. Трусики у вас не воняют. Правильно? Правильно. Да что ты, чёрт побери, такое несёшь? Чё-то это полете не очень хорошо. Наклонилась, накренилась. Блин, как я разгружать её буду. А развалится. Смотри, такие вот упаковки. Чуть-чуть фолия только завернули. Ну, это чё, нормально? К теме стыда. Сейчас ещё раз вернусь. Есть такие моменты, за которые действительно стыдно. Но про которые рассказать через какое-то определённое время не стыдно уже. Просто можно посмеяться. Один такой случай, за который мне было тогда очень стыдно. Я когда только в Германию приехал, но это было 20 лет назад. И я принимал участие в этих языковых курсах. Ну, это как обязательно было для всех нас, переселенцев. И после полугодовалой учёбы у нас был как бы такой фест, такой праздник, застолье. Все салаты принесли. Там кто что мог принёс вкусности. Сидели, отмечали, немножко выпивали. Пиво, всё, там уже на веселе. Там даже музыка играла. Но никто не танцевал, конечно. Но это... Тем не менее. К тому времени я ещё курил. Это был 2001 год, да. 2001. Но в 2005 я уже не курил. В 2005 я курить бросил. Ну, и как-то вышли на балкон. Там ещё были гости, мужья этих учителей пришли. Не только наши сокурсники, но ещё много других людей, чужих. Вот стояли на балконе человека три, по-моему. Я четвёртый был. И мы курили стояли. А там на балконе валяли сокурки. Вот. И мы об этом как раз разговаривали. И я осуждал. Из-за того, что вот как можно курить. Вот же стоит вот пепельница. Брось туда. Потуши. Она там, вода была чуть-чуть. Потуши и забрось её в пепельницу. Зачем бросать сигареты на пол? На балкон. И что я делаю? Я докуриваю свою сигарету. Тушу её. И прилюдно при всех. Думая о том, что кто-то бросает бычки на пол. Я то же самое делаю. То есть я говорю, что ой, как некрасиво бросать сигареты на пол. И в это время я что делаю? Я эту сигарету тушу и бросаю на пол. Представляете? И я такой, ой, типа начал оправдываться. Но действия, это лучше всяких слов, понимаешь? Люди так на меня посмотрели. Ну, не знаю, кто посмеялся, кто так немножко искай всё посмотрел. Но было очень неудобно. Естественно, что-то там сказал, оправдывался. Типа того, я об этом думал и так же сделал. Но всё равно было очень неприятно. И за это было очень стыдно. Хотя я никогда сигареты не бросал на балкон. Понимаешь? Я всегда бросал в пепельницу. А тут, блин, вот такая вот небольшая история. Блин, мне не имётся. Мне очень хочется рассказать. Пусть вы меня потом будете осуждать. Может, кого-то разочарую. Но, тем не менее. Был случай один такой. Тоже тема туалета. И тема стыда. Было это лет 15 назад, наверное. Ну, по ощущениям. Не знаю точно. Были мы приглашены к знакомым. Вот. И, ну, что-то туда-сюда. Мы в гостях. Большая ванная. Всё. Я зашёл. Руки моем. Дверь приоткрытая. Вот. Заходит хозяин. Ну, этой квартиры, которая... Ну, люди, которые нас пригласили. Ну, подымает крышку унитаза. И давай поливать. Окей. Ладно. Ну, поливает. Хочет писать. Понятно. Но я потом, через какое-то время, мы разговаривали с Игорем. Я говорю, слушай, а ты почему стоя писаешь-то? А он такой удивлённый, говорит. Так я мужик, говорит. Я мужик, я должен стоя писать. Меня так удивило и возмутило. Я говорю, ты стоя писаешь, а тебе не стыдно перед твоей женой, которая потом от этих вот брызгий жёлтые, с винятаза и с пола должна вытирать. Но у нас немножко полемика там завязалась. Вот. Нет, я мужик, я... Вот, я должен писать стоить. Стоя писать. Я говорю, слушай, а ты, когда садишься по-большому, ты тоже сначала стоя писаешь, а потом садишься, садишь какать? Или как ты это делаешь? А он такой... Я говорю, ну, всё понятно. Вот. Это вот тоже ещё к теме стыда. Вот. Ваше мнение. Мужик? Мужик это и... Это... Нет. Мужик, он, конечно, мужик. Это мужской поступок или... Или это такой... Не мужской поступок. Блин. Чё-то меня сегодня понесло. Так, ну что. Вот я только что подъехал на Эйдеку Эйдесайм. Смотрю, там уже очередь. Ё-моё. Блин. Ладно. Сейчас ещё раз посмотрю бумаги, чтобы ничего не забыть. Надо сходить отметиться. Какая там процедура? Заходишь, тебе дают листочек. Формуляр такой. Ты всё туда записываешь. Название фирмы. Свою фамилию. Количество палет. Количество палетом мест. Сколько эти палетом мест занимают. Могут быть 20 палет, а занимать только 10 мест. То есть, если они стоят друг на дружке. Правильно? Это тоже очень важно. Я сходил, отметился. Фертнер, охранник был настолько добрый, что он договорился сразу. Разгрузить два места. То есть, у меня фреши. То есть, молочные продукты. И, как если по-русски сказать, сухой товар. То есть, у меня две разные места разгрузки здесь на одной фирме. То есть, мне надо было... Вот, пейджер дал такой. Как забибикает. Можно заезжать. Вот так. В общем, надо будет, по идее, заехать, разгрузиться. Потом выезжать опять сюда на стояночку. Опять сходить, отметиться. И потом еще раз заезжать. Но он был настолько добр, что... А, смотри, тоже он полик хороший у него. Такой коричневый. Приятный коричневый цвет. А, еще и нравится. Мне еще темно-красно-темно-бордово нравится. В общем, Фертнер, охранник был настолько добрый, что позвонил. Договорился. Крыть заедешь, разгрузишь одно место. А потом можешь сразу деревья туда ехать. По территории, не выезжая сюда. Я говорю, отлично. Таких бы нам Фертнеров. Таких огранников. Говорю, нам бы побольше таких. Понимающих. Вот. Новый Porsche 992 GT3. Кофе не успел попить. Уже запищал. Едем. Так, берем вот этот вот пейджер. Прикладываем. И он открывается. Если тут 22, 23, значит дальше 27 где-то должно быть. Правильно? Правильно. Обязательно надо одеваться, потому что там очень холодно внутри. Поэтому зимой и летом куртка всегда с собой. И обязательно жилетку надо. Жилетку они всегда требуют. Так, куда ты опять снимаешь? Опять в потолок. Что тебе там понравилось? Вот это что ли? Бирюлечки? Спереди у меня этих ламбрикенов нету до сих пор. Я еще до сих пор не наклеил. Для того, чтобы они не мешали снимать. Я как-то вот снял. Ну, молодец. Мы сейчас будем ждать, пока товар, который я разгрузил, проверит. Что будет, если на 50 километров в час резко повернуть руль до конца? Джон Пье у него новая рубрика. Джон Пье хочет знать, что будет. Тоже такие трэшовые видео начал делать. Очень нравится. Это же не делает ни один человек. Колеса поменяли местами. То есть перевернули. О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Похоже на гараж 54. час двадцать семь ну полтора часа но в принципе зная как здесь обычно это нормально поехали на очередное место разгрузки второе место разгрузки здесь написано 13 часов то есть в час дня а сейчас у нас 11 16 и как бывает иногда попадается такой интересный экскремент нет этот экземпляр в начал мне обвинять почему я тут еще раз я должен был выехать еще раз отметься потом заехать игру все договоренность игре фертнер охране позвонил сказал договорился то молодой парень да да как я знаю нет вы должны были отметиться где ваш лист от веточный игру там оставил на первой разгрузке не по нам нужен я гранул все же договорено и ручишь такого пертита но в общем это я немножко голос повысил я грудь и чё он говорит это иди жди время 20 минут второго около часу пиджер запекал сообщил мне о том что я могу ехать разгружаться немножко подсолил этот человек неприятный очень стайлер рампы пустые никого не было я ждал почти два часа просто человек принципиальный не хорошо вот такая вот химия пиджер забрасываешь ворот открывается уедем в латенбург на фирму нагль а мы получим сейчас комплект пустые полеты полностью 495 штук вот нет принципе я это не переживаю не нервничаю просто мне немножко удивляются дума зачем такие люди нужны которые другим людям вредят один человек делает добро допустим как вот охранник он получил позитивные эмоции я обрадовался то есть позитивчик а другой говорит нет у тебя вот вот столько вот стой и жди вот и думаю да кому будет хорошо из этого вот охраннику он получил позитивные эмоции я обрадовался то есть позитив то есть карма все это видит понимаешь он сделал добро он сделал хорошо он это получит а этот человек он тоже получит свою карму правильно я уходил не 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 до свидания ничего не сказал просто молча прошу и все кто там скоро где-то скоро помощь надеюсь у этого человека не за ним едут надеюсь у него это не случился инфаркт все на этой положительной эмоции зачем ты тормозишь а не потасрал немножко настроение конечно да время жалко два часа я бы два часа мог бы быть раньше дома правильно двумя часа двумя часами раньше я мог быть уже дома но нет какой-то человеческо распоряжился вот так вот моими двумя часами я в латенбурге перецепился я почему-то думал что будут грузить но нет там уже был другой трейлер уже готовый очень хорошо здесь хотя бы время сэкономил отлично перецепился еду в сторону дома сейчас у нас 1404 попа с девчонками так ну что все тогда на сегодня ребят сейчас уже ничего интересного сейчас дорога только домой приеду я в начале пятого пока откидаюсь буду в пять часов где-то дома завтра надо будет в шесть часов утра где-то уже быть во Франции я еще пока точно не знаю мне прислали адрес по ватсапу еще пока не смотрел в общем завтра надо будет не знаю пора ничего на работу нельзя будет опаздывать ладно все всем все хорошо всем пока пока